У нас сегодня странная тема, укороченная, пришпиленная к предыдущему, предыдущей теме, которая была в прошлый раз, конкретно к теме проперти. Потому что на самом деле проперти, мы так на него посмотрели, это такая веселая штука, но эта веселая штука проперти в действительности реализована на базе более низкоуровневой вещи, которая называется дескриптор. Вот дескриптор это в действительности настоящий гетер-сетер, такой прям прибитый гвоздиками в питоне. И я пока делал, составил несколько планов, потом все их выбросил, в общем, немножко замучился. Вот у нас есть прекрасная статья на этот счет на Хабре, но я в нее только загляну, у вас. На самом деле, идея в следующем. Идея, собственно, воспроизводит на низком уровне то, о чем мы говорили в прошлый раз, это считали камни. Мы приехали. Ладно, я тут ни при чем. Идея воспроизводит то, о чем мы разговаривали в прошлый раз, а именно, как нам... Вам точно не темно вот этому ряду? А, хорошо. Как нам... Иначе, чем прописыванием непосредственных полей прямо в конструкторе класса, с одной стороны, или вычисляя эти поля с помощью гетатер, либо гетатрибьют. С другой стороны, как нам иначе организовать пространство имен класса, в котором, например, мы не хотим, чтобы поле можно было, ну, скажем, сделать... Мы хотим его сделать видонами, поле это самое. Вот. Так вот, есть так называемый протокол дескриптора в питоне, в старом, еще с давних пор идет, который позволяет определить некий класс. Этот класс будет, собственно, являться дескриптором. Давайте. С копипастем прямо примерчик из Хабра. Да? Вот. Только назовем его как-нибудь не так страшно. Ну, назовем его, не знаю, там, дескриптор. Да? Вот. В этом классе... Видимо, обжиг тоже не нужен, потому что это со второго питона. Вот. В этом классе вы должны определить как минимум один метод. Это get. Но можете определить их два, get set, и можете еще определить там какой-нибудь... какой-нибудь дел, если мне не изменяет память. Также. Дел. Дел. Делит, точнее. Вот. Классе. То есть вы определили класс, у которого есть методы get и set. Вот. В принципе, вы можете прямо этот класс использовать, написать что-то типа d равняется descr. Не знаю зачем. d у него по умолчанию параметры, значение по умолчанию known, а некое имя это var, но мы можем написать вот так, а допустим какое-нибудь e написать вот так, да. Descr. По умолчанию значение, ну скажем, сто пятьсот, а имя у нас будет такое, ну не знаю, там, имя, name, нет. Name тут уже присутствует. Ну не знаю. X, спасибо большое. То у меня прямо это самое, какие-то муки творчества. Вот. Ничего, ничего абсолютно таинственного в этом всём нету. Мы говорим d точка. Спасибо. Вот. Ничего в этом таинственного нету. Мы говорим d, ну там, print. d точка. А знаете что, давайте не так сделаем. Давайте мы это, мы это сделаем вот так. Да, 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 спасибо. Я поэтому и помню, что вот эта статья на Хабре, она старенькая, но она рабочая. Вот. Сейчас мы не так сделаем просто, и здесь вот, и это не то. Вот это, да. Вот. Сейчас мы сделаем тут нормальные принты, и вообще сейчас мы войдём в этот самый интерпретатор, и мы всё руками сделаем. Зачем нам программы писать? Да. Вот. Шмяк. Вот. Вот мы, вот у нас есть этот дискар, да, мы пишем что-то типа такого, d точка, что там, get, да, и у нас, какой параметр get? Сейчас давайте посмотрим, где там, вот. Ага. SelfName. Вал, а общ непонятно, что тут делает. Видите, тут общ есть, но его нету. Сейчас мы к этому ещё вернёмся, да, то есть смотрите, некоторый сложный протокол, который стоит в том, что у нас вот в этом get есть какой-то странный объект, ни к чему, ни во что не воткнутый. Так, внезапно. Ну и тем не менее, значит, мы говорим, тут у нас вал, да, общий тайп, какому-нибудь объекту, какой угодно, да, там, не знаю что, ноль. вар. Нет, а как он назывался? Чёрт, я тормоз? Да, вар вроде должен называться. А, по умолчанию он ноун, конечно, чё я несу. Да? Он просто ноун. Вот. А у этого самого, вот, а у объекта, который е, тут можно написать что угодно, это не важно, вот, а здесь написать, он назывался у нас x. он будет сто пятьсот. Ну, в общем, никаких, 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 ничего таинственного нет. Таинственно начинается после. Таинственно начинается, когда мы внезапно определяем класс, в котором, в этом классе, мы завозим поле нашего формата дескор. Ватт. Давайте это сделаем. Где у нас тут? Да? Значит, класс С, здесь что-нибудь типа y равняется дескор. Значение по умолчанию, ну, скажем, 42, и какая-нибудь строчка, ну, скажем, get field y. Так, что у нас при этом имеется? У нас имеется, ой, извините, у нас имеется, в классе С, имеется поле y. Это поле y, оно типа, оп, ой. Видите, да, что произошло? Ну, и то же самое с объектом. Если мы создадим экземпляр класса С, то попытка обратиться к y приведет к вызову геттера. Само, то есть, смотрите, у нас сам факт того, что в нашем объекте, который мы встроили в класс, который мы встроили в качестве поля, в класс С, имеется метод get, приводит к тому, что попытка обратиться к этому объекту приводит к вызову этого метода get. Вот и все. То есть, с одной стороны, мы сделали совершенно не чудесный класс, не чудесный класс, в котором есть get и set, бла-бла, get, бла-бла, set. А с другой стороны, наличие объекта типа дескор внутри неймспейса другого класса приводит к тому, что когда мы к нему обращаемся, мы внезапно вызываем get. Просто такое соглашение. Вот этот способ конструирования объектов называется дескриптор. Держится он исключительно на соглашении. Если объект поддержит протокол дескриптора, если у него есть get, значит, при попытке обратиться к нему по имени вызывается этот get. Интересно, что будет, если мы напишем так. Ну, c равняется c, это понятно. А, нет, класс c. И вот тут надо вот так звать, да? c равняется c. c точка y мы уже знаем, чем закончится. А если мы напишем так, c точка y равняется 34. Ага, а если мы начнем перегружать это поле, то есть связывать его с чем-то другим, вызваться метод set, вместо того, чтобы просто связать именем, вот, и видите, вызовется соответствующая функция. и, кстати сказать, оно, разумеется, поменялось. Фактически, мы с помощью дескриптора слегка модифицировали обращение, ну, запрограммировали обращение к соответствующему полю. это похоже на вызов гетатрибута, но гетатрибут, гетатрибут вам просто сконструирует новый объект, который вы взамен атрибута этого выдадите. А в нашем случае все несколько проще. Несколько проще в том смысле, что мы само наличие в качестве поля объекта типа DESCOR, у которого есть метод GET, приводит к тому, что при попытке обратиться к этому объекту, вызывается геттер этого объекта. Наличие метода set приводит к тому, что при попытке обратиться к этому объекту, вызывается сеттер этого объекта. Вот и все. Кстати, сказать, как вы думаете, как сделать так, чтобы объект был редонный? Давайте попробуем не определять метод set. Видимо, не получится. Ну вот, мы сделали, повторили все тоже. А давайте, кстати, вот этот класс впихнем сюда. там, что по умолчанию значения, скажем, 42 и описание. Упс! Нет, не помогло. Поскольку у объекта нету сеттера, мы просто взяли его и перебили. Все. Если бы был сеттер, мы бы вызвали сеттер. Так у нас сеттера нету, мы взяли его просто, ну, как полагается, с обычными полями. Взяли и связали именем y совершенно другой объект. Он больше никакой не дескриптор. Окей, а что же делать? Видимо, надо что-то в самом методе set, какое-нибудь исключение бросать. Что-нибудь типа такого. А, кстати, это надо почитать. Я думаю, что где-нибудь написано, что нужно, что нужно резить. Да. Атрибут yerr, я правильно сказал. Вот. Где? Атрибут. Ага. Атрибут. Ага. Спасибо. Вот это. О, видите, он даже его покрасил, как надо. Че-че-че-че-че? А, это синхкс второго питона. По-моему, вот так теперь это пишется. Могу соврать. Да, похоже, что так. Ну вот. Вот. Вот вам, пожалуйста, значит, при попытке туда записать, вылезает какое-то, какое-то, какое-то исключение. Вот. Не исключено, что в самом питоне, давайте посмотрим документацию по питону. Вот. Сейчас. Сейчас заглянем. Это у нас называется дескриптор. О. Не вижу здесь описания, но вот похоже надо для того, чтобы сделать редонли и надо просто бросать какое-нибудь исключение. Ну ладно, это уже что-то иное. Вот, значит, еще более простая штука, вот дескриптор, еще более простая штука – это слоты. Это еще большее упрощение нашей работы с полями. На этот раз с помощью инструмента, да, значит, я забыл сказать, что есть еще delete у дескриптора. Это попытка удалить, это delete, помните, когда мы говорили про эти самые, как их звали-то, в прошлый раз? Боже. Склероз их звали. Про property, да. Когда мы говорили про property, там был тоже делитер. Так вот, у дескрипторов есть еще метод delete, который тоже можно переопределить, для того, чтобы запретить его удалять. Значит, еще более простой механизм нас приветствует, когда мы используем нечто под названием слоты. Идея в следующем. Если мы пишем какой-нибудь класс, даже пустой, то мы всегда можем, помните, добавить в этот класс произвольное поле. Например, допустим, и все, у нас уже теперь в этом классе есть поле ASD. И даже конструктор, да. Вот. Соответственно, подсунуть любое поле, подсунуть функцию, она превратится в метод, если мы будем смотреть на нее из объекта, из экземпляра и так дальше. Ну так вот, если мы этого не хотим, мы можем, класс, мы можем явно сказать, слотс, по-моему, через S. Сейчас я вспомню точно. Да, слотс. И дальше написать список имен допустимых имен полей. Филд и допустим, фан. Мы обязаны оба этих поля, мы обязаны оба этих поля задать. Не так все просто. Сейчас я найду ссылочку соответствующую. Нет, это уже метаклассы. Вот. Где же это? Короче, мы их должны задать. Сейчас я поищу. Мы их должны задать, потому что перебить их в случае, если у нас есть заданное поле слотс, перебить слоты, вернее, перебить поля уже после создания класса и объекта мы не сможем. Вот. Вот в init мы это можем сделать, а дальше мы это сделать уже не сможем. Давайте. Что? А, мы не можем это сделать. Мы можем только вот там его повинциализировать. Окей. Извините. Извините. Как только, да, я обшибся. Как только определен слот, мы уже ничего не можем сделать. Поэтому мы должны написать вот так. Здесь вот в init можем перегрузить поле. да, я правильно понимаю. Да. Self. Что там? Field. Eld. Равняется v. А self, извините, fun, если мы хотим, чтобы там была функция. Ну, например, лямбду определили. Мы, кстати, про лямбду не говорили. Можем все еще про лямбду поговорить, раз уж. И вообще по функциональщему. Если останется время. Лямбда, ну что, s. s.v. Даже можно писать self, чтобы вы поняли, о чем речь. А, ну да, там параметр нужен. Раз, два, три. Не v, а что? А field. О, обратите внимание. Нет, говорит, такого. Но это мы и так знаем, что нет. Да, вот если мы составим c.v, он тоже скажет, что такого нет. Но, если мы напишем c.v равно там сто пятьсот, то будет все хорошо. А вот если мы напишем e.v равно сто пятьсот, нас ждет неприятный или приятный сюрприз, в зависимости от того, чего мы хотели достичь. В случае, если наш класс содержит слоты, мы можем работать только с именами полей, которые перечислены в поле слота. Мы можем написать, соответственно, также мы можем ввязать e.full. Ага, я ошибся. Надо было не так сделать. Вот здесь, ай, вот этот self я зря сказал. Ладно, дубль пять. Ну, не важно. Важно то, что, в общем, вы меня поняли. Сейчас я все-таки сделаю по-человечески, чтобы не ударять грязь лицом. Значит, здесь надо было сказать вот так, лямбда без параметра. Просто функция. Вот. Ну и, видимо… А, нет, давайте так. Вот. А, ну да, параметр. E.Field. E.Fun. Его можно вызвать, этот E.Fun. Что не так? А, не сел в точку В. Господи, что-то у меня сегодня… Вот, вот, извините. Да. Ой. Разненчился. Да что ж такое? Фунт. Вот так. Тоже нет. Вот. Спасибо большое. Ну вот, значит… Да? А никакие другие манипуляции над пространством имен E не допустим. Такие дела. При этом E.Fun – это просто лямбда-функция. Про лямбды, наверное, мы сегодня тоже поговорим, потому что в этом мы сейчас по-быстрому подберемся к концу. Такие дела. В общем, это способ запретить пользователю издеваться над нашим классом и над нашим объектом, а именно ограничить список допустимых полей. И, значит, работать только с ними. Помимо того, что это до какой-то степени повышает надежность кода, хотя не знаю до какой, да, вот, это еще и повышает его эффективность. Использование слотов повышает эффективность кода. Если мы действительно не собираемся объект расширять, то там и поиск пространства имен будет гораздо быстрее происходить, и много чего будет гораздо быстрее происходить. Такие дела. Вот. Слоты. Ну, собственно, про слоты все. Это такой, значит, способ, еще один способ ограничить доступ к полям. Против того, что мы знаем в Большом питоне, когда мы прям что хочешь туда суем. И так далее. Вот. Теперь настала пора немножко поговорить. Я много говорить не буду о метапрограммировании метаклассов, потому что не очень в этом разбираюсь. Вот. Но, тем не менее, немножко поговорить об этом стоит, потому что мы с вами знаем, что у нас есть прекрасная функция type. Вот. Которая, как вы помните, возвращает тип объекта, то есть класс. Тот класс, который сконструировал наш объект. Ну, если, допустим, у нас есть объект, типа, там, не знаю, типа, инт, да, ой, то type от А нам выдаст инт. Вот. И это будет такой специальный конструктор. Это будет, собственно, класс этого самого А. Да, если мы сделаем вот так вот и сделаем, допустим, E равняется C. Так вот, оказывается, type еще более интересная штука. У него есть два варианта вызова. Либо вот с одним параметром, либо с тремя. И с тремя параметрами type – это такой конструктор классов внезапно. То есть вместо того, чтобы писать класс двоеточие что-то, мы можем писать так. Так, C равняется type. Сейчас, где тут? Не здесь. У меня где-то была шпаргалка на этот счет. Да, значит, сначала имя, допустим, имя, которое будет у него внутри, да. Ну, оно, кстати, должно совпадать с этим? Нет, наверное. Потом, потом от кого… список того, от кого наследуемся. Не от кого. И потом словарь… Тюбль, ага. Ну, то есть он должен быть вот такой какой-то. Или вот такой даже. О! Вау! Вот. Ну, то есть понятно, да, что вот это вот… Мы таким образом сконструировали класс, который называется CC. Он помнит, что называется CC. У которого ни от кого не наследуется. И у которого пустой name space. И в этом CC мы можем сейчас заводить какие-то переменные, в смысле поля, конструировать из него объекты. Вот. И так дальше. То есть вот эта штука аналогична следующей конструкции. Ну, разница стоит в ток в… Ни в чем разница не стоит. А, нет, состоит все-таки. Не-а, смотрите. Он взял… А, да, извините. Да, вот, правильно, спасибо. У вас. То есть фактически ровно оно же. Только в этом случае это синтаксическая конструкция, а здесь мы вызвали соответствующую функцию. Функцию, в которой мы передали имя, под которым класс себя запомнит. Он помнит, что он называется CC. И вот здесь список тех классов, которые являются для него родительским. А здесь пространство имя. Мы можем даже попробовать написать вот так. Допустим, это же у нас словарик, да? Значит, мы должны написать что-то типа, например, поля field равняется 100500. Вот оно. Вот оно. Точно так же мы можем туда вставить метод. Написать вот так что-нибудь здесь будет. А еще у нас будет поле фы, которое вызовет функцию фон. А если мы сконструируем из него объект, разумеется, это будет уже целый метод. Такие дела. Ну, понятно, да, что это такое? Это self, который приехал ему в первом параметре. Вот. То есть, оказывается, мы можем конструировать классы прямо программой на питоне, задавая параметры этого класса здесь. Да, ну, естественно, мы можем сейчас класс, не класс, а B равняется type. Назвать его тоже B. И здесь в списке наследуемых классов указать C. И обнаружить, что в нашем классе B есть F и Филд, которые приехали к нам от C. И вот здесь указывается список наследуемых классов. И это наводит нас на мысль, что в принципе, наверное, можно как-то, давайте я посмотрю, ну да, вот это я все сделал. И это наводит нас на мысль, что в принципе можно как-то, наверное, конструировать сами классы. Классы конструировать сами. Вот так как мы с помощью классов конструируем объекты, вот, можно попробовать сконструировать классы. Делается это немножко, немножко так по питоне, в том смысле, что это использование соответствующего протокола, который называется протокол метакласса. Вот он. Вот. Ну, допустим, вот он и сделан. Сейчас, у меня тут где-то была шпаргалка. Секундочку, сейчас мы найдем ее. Вот. Я небольшой спецмета в метаклассах, как я уже говорил, но чего-нибудь я найду. Вот, 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 вот это, по-моему, хороший шпаргалка. Да. Вот это мы все сделали, это мы тоже все сделали. Во. Смотрите. Давайте определим какой-то класс, который просто класс. Ну, 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 ну класс. Мэ, он мета, да? А вот класс С, здесь напишем так, мета класс равнится М. Что не так? Ага. Тут выясняется, что так просто мы это сделать не можем, потому что класс М же должен сконструировать класс С. А он этого не умеет. Вот там что-то с параметрами. Давайте сюда заглянем. Ага. Видите что? То есть, нам нужно, чтобы наш конструктор классов, вот этот самый, вот этот, умел конструировать классы, а он ничего у нас не умеет, он у нас тупой. Вот. То есть, если мы напишем вот так вот, смотрите. Все будет хорошо, но только оно так всегда и бывает. Это именно он. Ну, мы можем, скажем, перебить его и сказать, что вот давайте мы опередим класс М, который у нас равен от Type, который ничего не умеет, да? И теперь мы можем смело уже писать класс С, который у нас равен от М. Вот в этот самый момент нам класс С создастся, сконструироваться классом М. Все то же самое, поскольку ничем от Type он, собственно, не отличается. Но, еще раз, конструктором для класса С явился у нас сейчас класс М, что мы, собственно, наглядно доказали, когда запилили пустой класс М и попытались назначить его конструктором класса С, изготовителем класса С. Что мы можем сделать? Ну, например, мы можем что сделать? У нас, помните, любой класс – это конструктор, ну, конструирователь, не знаю, как правильно сказать, его можно вызвать, он коллаба. Значит, мы можем попробовать перегрузить метод колл в этом классе, чтобы он что-нибудь иное конструировал и возвращал на какой-нибудь иной объект. Тут есть примерчик, сейчас я его поясню. Вот. Давайте мы прям… Я его скопипастю и поясню. Вот у нас есть, смотрите, вот этот синглитон – это у нас как раз мета-класс будет. Да. Это у нас как раз будет мета-класс. То есть, это такая штука, которая конструирует классы, она возвращает классы. Ну, вернее, как. То, что она возвращает классы, мы не видим, потому что мы метод new не перегружаем сейчас. Мы перегружаем всего лишь ситуацию, когда метод, когда объект, конструируемый нашим классом, который мы будем порождать от этого синглитона, когда он конструируется, когда мы вызываем, собственно, конструктор. Давайте даже не так сделаем. Давайте мы вот это все закомментируем сначала. Вот это закомментируем. Вот это закомментируем. Просто перегрузим сам… Сам вызов, да? Return. Супер. Супер. Мне кажется, достаточно вот так. Оу. Помните супер, да? У супера можно передать несколько параметров. Например, параметры супер от кого и какой именно класс туда приедет. Итак, все в порядку, да? Давайте здесь напишем принт какой-нибудь. Допустим. И вот всю вот эту, вот эту всю хинею. args, ikv, cvs, args, kv. Ну, просто ради иллюстрации. И здесь напишем что-то типа s. Мне кажется, ничего не нужно. А почему я ничего не печатал? А, понятно, почему я ничего не печатал. Нам нужно от него еще… Да, класс s, мета-класс, равняется симпликтом. Симпликтом. Вот. Ничего. А, г-г. Во. Вот он, смотрите. Значит, что произошло? У нас есть, у нас есть, у нас есть, у нас есть мета-класс… У нас есть нечто, s, который, синглутон, где он тут? Вот он. Который выполняет роль мета-класса. Сам к себе он, конечно, самый обычный класс, понятно. Но он, у него, как бы, он выполняет, когда мы к нему, когда мы говорим, сконструируй класс при помощи вон того объекта, да, и передаем ему синглутон, он выполняет роль мета-класса. Выполняя эту роль, он перегружает один-единственный метод. Это метод call. То есть, когда мы вызываем, когда мы вызываем… Вот у нас есть класс, где он класс s, да. Для него синглутон является конструктором класса, то есть он его создает. Вот когда мы делаем вот так, шмяк, вызывается вот этот метод, и здесь вызывается вот этот прим. Когда мы конструируем объект класса s, поскольку для него мета-классом является синглутон, он, вызов вот этот s с круглыми скобочками, приводит к вызову вот этого call, и здесь вот… Шикарно. Теперь давайте что сделаем? Теперь давайте, собственно, вернемся к синглутону. Вот это уберем. И вместо этого сделаем так. Вот у нас будет единственный экземпляр нашего класса, единственный, и мы будем проверять, что если он есть, то есть если его нету, тогда мы его породим. Собственно, сконструируем объект того класса, от которого у нас следовало синглутон, то бишь обычный тайм. А если у нас этот объект есть, то вместо того, чтобы его порождать, мы просто вернем его, этот экземпляр. Что это будет означать? Что мы при попытке создать много экземпляров нашего класса, для которого мета-классом является синглутон, на самом деле будем создать все время один и тот же. Экземпляр. Вернее, так, мы его создадим единождный, а потом будем его возвращать. Где? Мы его делаем, в том-то и дело. Идея синглутона как раз в том, чтобы один раз все-таки создать экземпляр. Вот один раз, когда мы первый раз вызываем этот кол, у нас этот поле равно нон. Мы говорим, не-не-не-не, пускай будет экземпляр. А в следующий раз, когда мы будем вызывать этот кол, у нас уже поле будет равно не нон. Помните, у нас была такая задачка, что-то типа счетчик экземпляров класса. Вот это примерно из той же оперы. Только с помощью метапрограммирования, с помощью того, что мы задаем штуку, которую конструирует наш класс S. Вот. Ну вот. И можно написать даже не так. Давайте мы опять же вот это вот закомментируем и сделаем все это руками. Вот мы определили наш класс. И теперь смотрите. S равняется S. T равняется S. Видите, да? T из S. Сколько бы мы не наконструировали экземпляров класса нашего S, да, U, это все одно и то же. На то, на синглитон. Сделано это, еще раз повторяю, очень простым способом. Поскольку вот такое объявление говорит, что при конструировании нашего класса вызывается вот этот объект, и он нам занимается созданием класса S, то, когда мы это делаем, у нас перебивается метод call, и в этом методе call мы вместо того, чтобы конструировать каждый раз новый объект с помощью вот этой штуки, делаем это единожды, забиваем в поле instance, и если оно не пустое, просто возвращаем это в поле instance. Таким образом, наш класс S обладает вот такой, вот таким странным свойством, да, не плодить свои экземпляры, а делать его только один штук. Такие дела. Мы можем также модифицировать сам процесс конструирования класса, да, здесь мы модифицировали процесс собственного конструирования объекта, да, мы перебили метод call. Мы можем модифицировать процесс конструирования самого класса. Сейчас покажу. мы можем перебить метод new, например. Чего бы такое тут придумать? Ну, давайте что-нибудь придумаем, что нам стоит. и посмотрим, чем-то нам грозит. Чего? А, put your code here, да, извините. Это я замечтался. Значит, ну, не знаю. общ.field равняется 100500. Класс C это равняется мой класс. Все? Ой, там надо было return сказать. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Копипаста должна быть полная. И это хорошая идея. То есть, мы должны тут еще что-то перебить. Ну, например, общ.field равняется 100500. И вот здесь вот сказать return общ. Во! Да? Теперь мы это дело перебиваем. Ага! Что мы сделали неправильно? А именно? Не понял? Точно. Точно, точно. И, соответственно, кто бы нам его метаклассом сделал? Здесь-то тут просто рассказывают, как перебить не у обычного класса, да? А мы-то хотим, чтобы он перебивался всегда. Плохой пример. Нам, возможно, возможно, сейчас что-нибудь найдем еще. Что? Да-да-да, сейчас мы сейчас мы к хабрус ходим. Вот. Там-трам-трам-трам-трам. Он просто для второго питона, там надо будет немножко адаптировать. ща, ну тут какой-то уже сложняк пошел. Вот, они перебивают нею. Ну, собственно, что они делают? Они просто берут и... Ну, да. Это, конечно, весело, но я хочу что-нибудь попроще. Ну, давайте тоже перебьем, да? Значит, что? Экспериментируем. Экспериментируем и дальше посмотрим, что получится. где у нас тут? Нет, тут дескрипторы. Ща, мне не нравится что? Мне не нравится, что мы должны конструировать, собственно, новый класс. Ну-ка, где он тут? Да? Наш ньют что возвращает? Пардон. Сейчас я немножко потуплю и мы вернемся к нашему разговору. А, давайте почитаем, что делает этот ньют попросту. Пардон. О. Угу. Итак, давайте сконструируем из нескольких примеров то, что мы хотели. Да? Здесь делаем вот так. не забудем, что здесь от type. Вот здесь что-нибудь делаем общ. field равняется 100500. Да? класс C мета-класс равняется блин, как он назывался-то? My class? По-моему. О. Вот она. Мы создали класс C, вот, а в нем программным образом было заведено поле. Как если бы у этого класса было ньют. То есть создание объекта привело к тому, что мета-класс нам сконструировал класс C, прибив в него еще поле field. ну и соответственно этот поле field теперь у нас живет и процветает. Вот. Естественно, это мы могли сделать просто обычным наследованием, да? Нам не обязательно было вызывать мета-класс, который бы сконструировал наш класс. Но понятно, что здесь можно гораздо более интересные вещи сделать. Ну, например, вот в одном из примеров вот тут где-то было можно конструировать класс в зависимости совершенно разные классы, в зависимости от того, какие параметры приехали. Вот. Сюда. Ну и, в общем, много всякого. Вот. на этом я немножко умолкаю, потому что, как видите, я в этом не суперсильно разбираюсь, потому что, ну, это уже такой уровень программирования, где надо повседневно работать с мета-классами, со всякими шаблонами, которые синенькие. Опять синенькое. Да, вон она синенькая. Елки-ваши моталки. Спасибо. Вот, под столом что-то, да. Ну так вот, я не самый большой спец в этой штуке, потому что этим надо пользоваться каждый день. И видите, да, куда нас посылают на паттернс, на шаблоны программирования. И тут вот всякие интересные вещи, да, ну, повторяю, это все-таки более сложная штука, чем просто обычные, обычные наши с вами знания о том, какие бывают объектные модели. Вот, у нас осталось 15 минут, с учетом того, что я до этого тупил изрядно, наверное, давайте, чтобы не вставать два раза, я немножко расскажу про, чуть-чуть расскажу про функциональный подход в Питоне. Вот. Прям совсем чуть-чуть. Но там такая же фишка, про него надо рассказывать либо очень много, да, либо просто в называемом порядке рассказать, что он умеет, а функционально программированием не заниматься. Мы сегодня внезапно ввели понятие лямбда, совершенно без предварительной подготовки. Ну, с другой стороны, смотрите, у нас есть условный оператор и у нас есть условное выражение. У нас есть оператор цикла и у нас есть циклический конструктор. У нас есть определение функции, почему бы не быть выражением функции. Ну, вот оно есть. Выражение функции выглядит так. Лямбда, давайте, f вернее, лямбда. Дальше какие-то параметры. И дальше выражение, которое над этими параметрами собственно производится. a плюс b плюс c умножить на 2, допустим. Ничего? Тут были запятые, да. Это были запятые, а я не запятую. Вот. Это абсолютно такая же история, как если бы мы определили функцию f, почти такая же, соврал, почти такая же история, как если бы мы определили функцию f, только давайте назовем по-другому, да, с тремя параметрами, которая бы возвращала нам вот эту вот. Разницы тут две. Разница первая. Функция f помнит, как ее звали. Функция f помнит, что она безымянная. Видите? Ягод лямбда. Поэтому в каких-то случаях удобнее использовать лямбда, а в каких-то случаях удобнее просто использовать настоящий дел. Разница вторая состоит в том, что здесь у нас есть какой-то код, который мы можем выполнить, а здесь у нас только выражение. То есть мы можем в лямбду вставить только вызов других функций и выражения между ними какие-то. Вот. Казалось бы, ну, некое ограничение по действиям, но нет. На самом деле на питоне можно все, что угодно написать в одну строчку, только не надо. Это не лист. И вот. Ну, можно. Сейчас попробуем это показать. Значит, лямбда-функция. Когда нужна лямбда-функция? Лямбда-функции нужны тогда, когда вам не хочется засорять name space. Например, ну, не знаю, вы делаете такую странную конструкцию. Словарик. Здесь пишите умножение и здесь лямбда a, b, a умножить на b. Дальше операция сложения и здесь опять лямбда. Только давайте мы его куда-нибудь присвоим. Фанс. Да? А, b, a плюс b. Что у нас получилось? У нас получился словарик, который содержит два объекта функции. Мы можем писать фанс, скажем, плюс от 2, 3 или умножить от 2, 3. Таблица функций. Фактически мы сделали таблицу функций. Вот. Понятное дело, что если бы мы пользовались дефами, мы бы сейчас наплодили вот этих самых имен, там, сумм какой-нибудь, мулт какой-нибудь, да, которые нам вообще, говорят, не нужны. Мы потом пользоваться этими именами не будем, потому что мы будем пользоваться таблицей. Вот кто видел домашнее задание, появившееся вчера, тот может понять, к чему? Вот. То есть у вас прям приезжает некое выражение, и вы прям знаете, это двухместная функция, сейчас мы споем в таблицу двухместных функций, я ее вызову, пускай она там вот сама считает. Такие дела. Вот. В этом случае нужна лямбда. Лямбда нужна, чтобы сконструировать такое выражение и передать его в качестве параметров какую-нибудь другую функцию. Ну, например, def fun double какой-нибудь dab вот a, f return f от a плюс f от a. Мы говорим dab допустим от 100 f ну лямбда до, ну скажем, x, не знаю, плюс 1. Вот здесь мы сконструировали объект функцию коротенькую, которую увеличили на единичку, передали ее вот сюда и вот. Как видите, гибкость неимоверная, а главное, нам не нужно засорять namespace определениями новых функций, мы прямо так лямбда их всех делаем. вот. Дальше больше. Ну, мы все знаем, что у нас есть, что у нас есть такая прекрасная штука, как циклические конструкторы. И это значит, что совершенно не обязательно писать всю программу в столбик в виде фора, а мы можем написать что-нибудь типа что-нибудь типа и умножить на 2 плюс 1, да, 2 плюс 1 for и in range в 10. Вот это у нас что? Это у нас генератор, да? Вот, генератор. Потом можем по этому генератору пройтись и что-нибудь с ним сделать. Ну, допустим, ну, не знаю, c умножить на 4 for c in Понимаете, да? То есть, это я к тому, что все можно написать в одну строчку. читать это уже невозможно. Именно поэтому так не надо писать. Но если вы поймете, что сюда можно еще вставить вызов функции, сюда же можно вставить определение функции лямбда и вообще как бы все это друг из друга вызвать, то в результате получится, что мы можем любую программу написать в строчку. Особенно с учетом того, что у нас есть прекрасная функция, которая называется map. Map работает так. Ну, давайте для начала help. У нее есть два параметра функция и последовательность. Она возвращает некий map object, то есть, некую вычислимую последовательность, которая map object содержит, возвращает вам только те части этой последовательности, про которую функция соврал, которая возвращает, применяет к каждому элементу этой последовательности вот эту функцию. То есть, мы можем написать вот так, допустим, какие у нас функции сейчас имеются? STR. Ну, хотя бы, да, можем писать вот так, STR от C, ну, там, от E, FOR, E, IN, RANGE, от там, 10, и получить вот такое. А можем написать вот так вот, map, map STR, RANGE от 10, и получить map object вычислимый, который, вот, который реально преобразуется в то же самое. или не прообразуется, если не надо, да, это вычислимая последовательность, по ней можно пройтись циклом, как вы видите, да, совершенно необязательно ее превращать в список и хранить. Впрочем, здесь тоже можно было сделать генератор object. map object. Дальше большее. Если для map такая штука есть, то для функции фильтр такой штуки уже нету, вот, она применяет функцию или known, это значит, что она будет фильтровать среди вот этой последовательности все непустые элементы, она применяет к последовательности, ко всем, к каждому элементу последовательности iterable функцию function и возвращает только непустые результаты. Ну, например, f сейчас, как бы сначала попроще, div там b вот a return a процент 2 b от 9 b от 8 фильтр b это функция, помним, это функция, ну, не знаю, к какому интервелу. Давайте посмотрим, во что она превращается. Только нечетные. Ну, понятно, потому что b возвращает 0, пустой объект, в случае, если четный, и не пустой, если нечетный. функция, фильтр применяет к каждому элементу вот этой последовательности оценивающую функцию b и возвращает только те элементы, для которых оценивающая функция b была равна, была, была, возвращала не пустой объект. Кстати, с помощью конструктора тоже можно сделать, если вставить в конце фильтрующую конструкцию, да, if там, b от чего-то там, то есть, мы могли написать вот так, да, мы могли написать i for, i in, i in вот эту фигню, жмак, if b от i и получить то же самое. Вот. Во втором питоне существовала еще одна функция, которая называется reduce, в третьем питоне эта функция внезапно перекочевала в специальный модуль, который называется iter-tools. Вот. И про него, видимо, я хочу немножко рассказать и на этом закончить сегодняшний разговор. Он, он, он реально большой. Видите, сколько в нем всяких интересных методов? Я про каждый немножко расскажу, но сначала, сначала все-таки про, сначала все-таки про reduce. Не вижу слова reduce. ладно, попробуем так, from iter-tools. А, func-tools называется. iter-tools этот самый reduce откочевал не в iter-tools, а в func-tools. Там ничего интересного нет в этом func-tools, вернее, есть, но не сейчас про это разговаривать. вот. Reduce, если кто знаком с парадигмой функционального программирования, это превращение скалярной величины вектор, то есть последовательности в единственное значение. мы обрабатываем последовательность поэлементно, засовывая результат в одно и то же значение. То есть у нас есть функция, эта функция работает с двумя величинами, вот, грубо говоря, с текущим значением, которое мы аккумулируем, и с очередным элементом последовательности. И возвращает следующий аккумулятор. И результат это применение вот этой функции последовательно к начальному значению и нулевому элементу нашей последовательности, результату и первому элементу нашей последовательности, результату и второму, и так дальше. Вот. Ну вот, например, вот хороший пример, да? Если мы написали вот так, то это просто сумма. Вот именно из-за этого примера Гвида, в конце концов, взбеленился и выбросил функцию reduce в модуль функ-тулз. Раньше она была прямо в питоне. Потому что, говорит, все складывают вот так. Никто не пишет как нормальные люди вот так. А нормальные люди должны писать так, а вот так не должны, потому что это не сложение, черт знает что. По нескольким причинам. Но, тем не менее, как вы понимаете, я могу сюда вписать гораздо более интересную штуку, вот, помимо сложения. Ну, я не знаю там. И получить, как бы, результат неравный, ну, такой, который мы так просто уже не запрограммировали. Вот. Еще раз. Map – это обработка превращения вектора в вектор. Filter – это превращение вектора в другой вектор, возможно, другой размерности. А Reduce – это превращение вектора в скаляр. Вот. Мы можем задать просто последовательность или мы можем еще задать, кажется, нулевой элемент ее, допустим, там, 100. Нет. Значит, наоборот, он в конце. О. Вот. Значит, тогда у нас в качестве первого х выступает вот это 100, а дальше он что-то… дальше мы, как бы, ее накапливаем эту последовательность. Вот. Если нет, то в качестве первого х выступает это 1, в качестве у – 2, потом в качестве х результат, в качестве у – 3, потом в качестве х результат, в качестве Y4. Такие дела. Я формально выжрал время, и про EterTools даже не начал рассказывать. Возможно, не надо продолжать, просто потому, что время-то уже половина восьмого. И тогда мы это просто на следующий раз отложим, если вы не платите. Получается такая небольшая лекция. Виноват, у меня тут, видите, были упражнения с экраном. Еще раз повторяю относительно экзамена. Я думаю, что будет домашнее задание сегодняшнее по чему-нибудь. Ну, например, еще одно на исключение, еще на метакласс что-нибудь. Возможно, на функциональное программирование что-нибудь. В следующий раз домашнего задания уже не будет. И к последней лекции будут уже известны автоматы по домашним заданиям, потому что все сроки по домашним заданиям уже выйдут через неделю. И, соответственно, на последней лекции мы отведем ее часть для того, чтобы договориться о том, когда кто свои оценки получает, и кто там хочет прийти на экзамен, свои оценки поправить, ухудшить или улучшить. Вот. Есть вопросы есть какие-то? Задавайте. А до какого вы продлите вот эту домашнюю? Какую? Вот ту, которую я только вчера написал? Да. Ну, до следующей пятницы. Ну, там всего одна задача, пускай она и будет одной. Это вот, которая в ДЗ с прошлой... Да, 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 да. Которая появилась только вчера, да. А экзамен, да? Да, 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 вот она. Там всего одна задача. Там всего одна задача. Вот. Если на последней лекции все будет хорошо, то можно уже сразу будет поставить оценку? Не знаю. Не уверен. Не уверен, потому что для этого вам нужно взять же этот самый ведомость. Возьмете? Ну, тогда, наверное, можно будет. Просто это довольно долгий механизм. Давайте мы отдельно устроим расстановку оценок, потому что я сильно подозреваю, что это может затянуться. Просто есть группа, у которой это примет в сетке, в учебном плане. Это понятно. И что, его надо обязательно в зачетную сессию сдать? Не знаю. Ну, там экзамен стоит в ИЛАЭС. Вот. Об этом и спишь. Что, в принципе, вам точно некуда торопиться. Когда-то, какое-то время назад, если спецкурс стоял у вас как зачет, а он всегда стоит как зачет, то без данного спецкурса могли не допустить на сессию. Но, по-моему, сейчас так не делают. Вот. То есть вообще не делают. Сейчас это не зачет, сейчас это именно экзамен. Ну, для вас это экзамен, я знаю. Для вас. Ну, короче. Сейчас, а зачет для кого? Есть люди, кто хочет получить зачет, ну, как бы, не оценку, а именно зачет. Нет? Понятно. Ну, в общем, думайте. У меня в прошлый раз такое прокатывал. Некоторым я ставил зачет, вопрос в том, что у вас в учебном плане. Вот у кафедры СВК в учебном плане экзамен с оценкой. Давай. Напоминаю, что зачет по этому курсу – это четверка. Вот. Четверка. Все. Еще вопросы? Да. Если у нас класс со слотами, то что будет, если от этого класса унаследовать? А что, нормально, приедут слоты? То есть, порожденный класс, то есть, от раньше будет иметь теперь самую слоту? Да, конечно. А куда он денется? И так же, в порожденный класс нет, я буду ничего в этом положить. Я думаю, да. А множество наследований объединяет слоты? А вот это интересный вопрос. Я думаю, что да. Потому что, ведь, смотрите. Слушай, давайте. Вопрос очень интересный. Надо было чуть раньше задать. Времени нету. Можно проверить самому. Смотрите. По идее, да. Потому что, ведь это же, на самом деле, поиск полей. Это метод ресерч ордер. Метод резолюшн ордер. Такой же точный. И то, что мы зафиксировали в слотах, что других не бывает, не означает, что эти-то маскируются. Стал быть, он должен дойти до какого-то из своих предков, в котором это поле является валидным. То есть, слоты должны объединиться. Я думаю, что так. Можно попробовать сейчас несколько секунд потратить на это, и на этом закончим, да? Давайте попробуем. Там еще и нит нужен, да? Так. Так. Только, пускай, будет такой. Здесь мы положим, куда-то возьмем, не знаю, е. Не будем делать свои собственные слоты, и так хватит. HaveInstanceLayoutConflict вообще не хочет, да? Нет, но это означает, что не хочет. Имеет право. Да-да, имеет право. Тогда работает. Так все правильно, да. Но это тоже разумно, да, потому что у нас же нету... А есть, конечно. Почему бы и нет? А вот это я уже не понял. А, слушайте, и нет, кто будет за них вызывать? Извините. Интересно, кстати, чей нит тут вызвется. Ну, потому что он просто первый в этом самом, да? Давайте проверим. Так, вообще, нам пора заканчивать, конечно. А, да, ну и все, тогда понятно. То есть, если мы хотим оба и нет, то мы хотим оба и нет. Нам вот это тоже должно... Ну, это е нужно тоже делать. Ладно. Так, ну, ен там будет, понятное дело. Ну, понятно, да. Это тоже понятно, потому что они там есть, да? Но мы-то перебили чужое поле. Мы же не залезали в класс А, когда делали вот так. Так. Вот если бы мы так сделали, я даже не знаю, что получится. Ай. Упс. Какое-то волшебство. Вот куда оно приехало и почему оно не загородило. Ладно, слушайте, давайте, вот, я уже, я действительно не знаю ответа на этот вопрос. Вот. Надо почитать, что там с наследованием слотов, вот, и как это вообще устроено. Извините. Да. Упс. Упс.